ребята всем привет хочу сегодня поделиться еще одним своим хобби вот у меня есть вот такие прекрасные розы на клумбе это только часть кустов через дорогу есть еще вот кустики сейчас их покажу сегодня весенний прекрасный день ну и можно уже начинать открывать розы давайте кустики вот можно посмотреть люди шашлычок жарят весна полным ходом уже шапки можно снимать давайте выберем один куст я перейду на клумбу поставлю где-нибудь тут штативчик и расскажу собственно про нюансы вот как я укрываю кусты почему именно так все это происходит ну и собственно мне этот способ понравился он не подходит давайте на примере вот этой розы значит первое когда укрывать укрываем розу тогда когда нет такого явления вот как и днем куст намок и уходит в ночь на заморозок то есть бывают такие дни когда там дождик прошел осенью там или глубокой уже осенью ближе к зиме бывает просто влажный воздух он мочит куст куст уходит замерзание и проходит обледенение вот кусты укрываю агроволоку нам почему именно им потому что она дышит первое как бы заблуждение часто укрывают пленкой натянули целлофановый мешок замотали все окей и весной получается так что листья перепревают то есть куст как бы в листиках листья начинают гнить перепревают вот вторая ошибка набивают в укрытие листья там я не знаю там траву какую-то сушеную думая то что кусту будет теплее ребята нет на самом деле если на улице минус 20 то под укрытием будет тоже температура такая же как на улице минус 20 вот в этом укрытие попробуйте деть агроволокно и выйти в мороз постоять на улице ну сколько там полчаса простоите поэтому укрытие надо не для того чтобы сделать тепло а для того чтобы избежать именно вот обледенение основных стволов веточек вот когда открывать открываем тогда когда ночью уже нет морозов нет вероятности получить вот такое обледенение то есть смотрим по прогнозу пал пооды пошел плюс ночью днем осадков нету значит уже можно кустики открыть также у меня было один или два года когда ну так вот погода сомнительная я думаю но немножко подожду передержу кусты под укрытиями передерживать тоже не стоит почему потому что куст нагревается в этом укрытии в агроволокне и получается так что когда мы его размотаем уже будут вот такие вот побеги побеги то есть понимаем апрель месяц вот прямо начало тут уже такие ветки с листьями с почками еще ничего нигде так скажем не зеленеет а кусты уже поперли полностью в рост теперь собственно по самому укрытию нюансы смотрите я делаю внизу юбку то есть напускаю сантиметров 10-15 для чего если пожалеть материала допустим вот так сверху колпаком одели снизу остается 10-15 сантиметров то влажный воздух с дождиком поддувает все это дело замерзает и весной вы получите сверху все зеленое а при основании корня будут черные стволы но собственно куст пойдет под срезку и придется ждать пока ветки все отрастут второй нюанс вот здесь тоже вот такая вот шапочка прямо завернута агроволкнуть сюда тоже у меня был такой опыт пуст большой вот покажу немножко позже golden gate огромный куст я прямо рукой не могу достать до самой верхушки я смотал в букетик затянул веревкой думаю ну чем будет там укрыл хорошо получилось что снег набился вот сюда днем подтаял водичка внутри укрытия спустилась по столам естественно ночью минус 20 обледенение и по весне я открыл посмотрел там половина куста порвано что же получится здесь я еще не знаю я еще ни одного куста не открывал может они померзли может они хорошем состоянии зима была очень тяжелая обледенение были бешеные минус 20 даже по моему больше для нашей климатической зоны но минус 20 это редко это буквально там неделька другая может зимой вот обычно последнее время зимы теплые то есть как бы проблем нет и даже я делал укрытия аж конец ноября может даже начале декабря вот когда уже понимал что все пошли морозы тогда закрывал то есть это не сентябрь конец там не октябрь а вот вот туда уже глубоко в зиму потом по зиме еще один нюанс хорошо подождать если мороз зайдет в морозы открытый вкус зайдет в морозы открытый то есть что получается промерзают листики они подсыхают осадков пока нет там буквально может там неделя-вторая он хорошо высыхает и его тогда уже можно укрыть так давайте распакуем одну посмотрим что там получилось выжил не выжил я еще не знаю итак я открыл куст из-под агроволокна как я его готовлю я собираю все веточки стягиваю ниткой вот в такую пирамиду и после этого уже можно укрывать агроволокном ну визуально и уже сразу понимаю что пуст перезимовал хорошо это видно по центральным стволам по веточкам вот этим тоненьким если бы было поражение куста то были такие черные полосы и порванная кора на розах давайте его как говорится освободим и все он уже будет заходить сезон да процесс пошел открываем сезон вот видите какой куст он такие довольно таки крупный еще тут боковые веточки на зиму я все это убираю вот это прошлогодние листья старые они прекрасно высохли под агроволокном и запревание как бы нет потому что куст зашел в зиму уже такой подсушенный сейчас я поднесу камеру мы посмотрим есть уже первые побеги такие первые почечки еще все 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 у нас вот во дворе я не видел почек но на кусту под укрытием было комфортно и он уже начал пробиваться вот обратите внимание есть почки то есть роза уже понимать что и можно понемножку готовится к лету и вот а вот не знаю на камеру видно или нет вот такие вот светлые почечки давайте откроем самую крупную мою розу это волденгейт видите она вот здесь с другой стороны дороги самый обыкновенный двор панельные дома проезжий участок машины здесь ездят но я немножко земли выделил под под свои цветы вот еще одна я перейду сейчас на другую сторону и распакуем самую большую розу вот что было понятно куст выше меня а когда веточки еще целиком то я рукой достать не могу естественно они подрезаются верхушка подрезается для того чтобы можно было аэроволокно накинуть и закрыть верхнюю часть снизу также есть юбка вот она напущена очень хорошо давайте распакуем и 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 так распаковали розочку это golden gate такая труженица цветет желтым цветом ну я скажу поражение куста около не знаю может 30 25 процентов то есть есть побеги которые очень серьезно вымерзли возможно они не доспели по осени а возможно был контакт с боковыми стеночками ну и на сильном морозе их прихватило сейчас я поставлю камеру немножко ближе и объясню кто из них выжил кто из них не выжил обратите внимание есть стволы вот такого темно-синего черного цвета вот это стебель под срезку он по сути он погиб но он может и отойти конечно но поскольку куст мощный быстро нарастает я не вижу смысла оставлять эти побеги побеги которые хорошо сохранились вот молодые кстати они имеют светло-зеленую окрасочку их я трогать не буду вот черные все под срезку раз два три вижу три вот прихвачена веточка 4 по той стороне еще немножко есть в целом куст перезимовал хорошо вот но как говорится зима есть зима морозы из морозы от промерзания никто не застрахован вот кстати немножко кору порвало сейчас покажу поближе вот это или была сломана веточка осенью или все таки зашла вода сюда и на морозе порвало но скорее всего это порыв видно да вот не видно так сейчас покажу вот вот если побег ценный например он основной у вас и как бы куст мало нарос и вы не хотите его срезать можно попробовать заделать садовым варом садовый вар он защитит попадание влаги жучков всякой там заразы в виде инфекций и можно будет оставить побег я подумаю я посмотрю что тут после обрезки останется то веточка последний последний момент срежу ну вот в целом все ну у у Продолжение следует...